если меня слышно хорошо пожалуйста отметьте в чате чтобы я понимал вот а сегодня я хотел бы посвятить наше занятие вот такому интересному 10 дискуссионному актуальному вопросу о перспективах открытого доступа и профессионального контента кто кого этот вопрос ставится все чаще существуют адепты но и понятно что то что мы называем открытым доступом ресурсами открытого доступа это такой феномен который постоянно энергично растет в то время как издательские профессиональные ресурсы скорее сжимаются чем растут существует адепты сторонники те кто считает что рано или поздно вот эта модель открытого доступа она займет все научное пространство и вообще это норма когда научный контент должен публиковаться без всяких препятствий и без необходимости его оплачивать ну непосредственно открытому доступу кто следит за моими выступлениями мы уже посвящали вебинары и свою аналитику в этот раз ну и вы знаете что я не противник какой-то да а скорее среди тех кто ищет баланс и собственно точку где этот баланс может быть найден поэтому сегодня я хотел бы скорее сопоставить границы и пределы одного и требования прежде всего профессиональному контенту каким он должен быть и чем мы занимаемся как мы пытаемся это реализовать то что нет и никогда не будет наверное ресурсах открытого доступа ну а для начала раз у нас такая тема во многом социологическая даже касающийся социологии знания я хотел бы небольшую прелюдию размышления из социальной перспективы о возникновении и роли экспертного сообщества сегодня и некой такой исторической ретроспективе потому что история очень долгое время знала другое понятие сословного общества это скажем так общество в котором статус элит зафиксированы генетически родовым порядком где они наследуются и это общество было естественно для феодального уклада для это общество можно так сказать питаемые землей отсюда вся вот его статичность и этот родовой порядок тоже очень похожий на порядок земли общество современного типа скажем так совершенно другое противоположное это общество добавленной стоимости в котором уже нет по порвана вот эта связь землей сельское хозяйство в экономике занимает около 3 5 процентов и практически для экономики для нашей жизнедеятельности не существенно это общество завод и в каждый элемент в нем должен функционировать каждый элемент должен вновь находить свое место ничто никому не дано ничто не по сути дела не наследуется не гарантированно каждый должен включаться и свое место отстаивать заново ну и информационное общество это тоже некое продолжение скажем так это уже не не завод а некое общество компьютер в котором каждый должен быть встроен в цепочку коммуникаций и опять-таки требуется чтобы статус и элит осваивались индивидуально ничего здесь не предсказано и а для того чтобы это получалось чтобы включаться в эту коммуникативную цепочку все и особенно элиты должны быть компетентны и знание профессионализм это по сути дела главная валюта и вообще основа социальных лифтов в этом обществе они вот эта задача и формируют новое качество как я считаю нашего общества качество экспертного профессионального сообщества это единство профессиональных знаний компетенции коммуникации в общественном воспроизводстве и можно легко поставить цепочку от постиндустриального информационного общества как обществу услуг обществу компетенцией общество профессионалов общество в котором понятия жизни практически сливается с понятием информации и знания образования в таком обществе уже не является продуктом а некой информационной средой информационная сервисы в нем должны сливаться с контекстом всех остальных коммуникаций человек это очень серьезная разница с тем что мы имели даже вчера частности это новое это различие отражается и на роли университета в социальной среде классическая функция университета формирование элит университет всегда это был престижность статус социальный лифт и те кто раньше ходил в университет это всегда было небольшое небольшая часть населения они были как бы помечены меткой высокого интеллектуального класса да и эксклюзивного такого недостижимого для остальных для простых людей знаний вот сегодня это немножко по-другому и ясно когда до 80 процентов выпускников идут в университет тем не менее все равно социальная функция современного университета остается примерно той же формирование класса экспертов-профессионалов элит но сегодня это уже просто менеджеры специалисты предприниматели творцы и вот этот класс сегодня отвечает за такое ключевую черту общества как динамику его развития именно этот класс создает постиндустриальное общество четвертую промышленную революцию вот то что двигает нас вперед и я бы вообще назвал современное общество если мы подбираем какую-то метафору и модель общество проект это общество не может функционировать циклично просто возвращаясь из той точки из которых она вышла наследуя старое состояние она функционирует не как цикл а как спираль развития обязательно должно быть что-то новое поэтому каждый акт в нем является инвестицией которая должна вести вперед вверх и как ключевой показатель который мы всегда обсуждаем рост ввп мера движения если он стоит то общество не просто стагнирует а начинает просто разрушаться вот чтобы обеспечить вот это движение мы и воспитываем класс профессионалов и сегодня от 50 а в перспективе до 80 процентов кадров должны включаться в высококомпетентную профессиональную деятельность то есть становиться экспертом и их модель жизни long life learning образование длиной всю по всю жизнь вот такой университет мы с вами должны строить а чтобы это было возможно университет как и все на свете нуждается в неком сырье и чем глубже университет интегрирован научно-индустриальное воспроизводство тем выше требования к информации в нем в то же время вот современное общество такое в котором знание уже не является чем-то эксклюзивным недостижимым очень каким-то таким труднодоступным наоборот информация вообще сливается с общественной коммуникации как я сказал она становится жизнью и особенно такое явление каким-то игры интернет он практически интегрирует бытовую коммуникацию с профессиональной информацией на открытый доступ который мы говорим это источник для которого не требуется оплаченного взноса каких-то условий и собственно на простом каком-то уровне интернет и наша информационная бытовая среда уже дает нам очень много знаний которые можно покрыть ну какие-то простые потребности вплоть до университетских и научных чем ниже амбиции университета тем дешевле информационное сырье поэтому легко можно представить себе там даже образование вузовская в котором вообще не требуется дополнительных каких-то внешних информационных ресурсов и таких вузов которые как бы живут на самообеспечение питаются интернетом общедоступным интернетом мы знаем такого образования тоже у нас достаточно в глобальном смысле можно сказать так что google постепенно заменяет библиотечные фонды во всяком случае в каких-то простых запросах и это конечно ну кардинально новое состояние информационной среды раньше такого не было тем не менее профессиональный сегмент вот именно в таких условиях становится становится еще более труднодостижимым и более таким элитным вот данном контенте контексте он сжимается становится все более узко профильным персонализированным и дорогим и его не просто требуется получать в него необходимо включаться профессиональные базы данных это основа двусторонней интеграции в информационный метаболизм общества то есть это состояние которое наступает за пределами общедоступного там где повышаются требования и критерии к информации где действительно включается в работу профессионал потому что профессиональные ресурсы не просто содержит профессиональный контент они создаются профессионалами для профессионалов в чем заключается уже конкретно такая вот трансформация информационной оболочки общества и вот эти вот заметные всем изменения ну во первых традиционное общество прежде просто не обладала информационным носителем которые было бы дешево поэтому любая информация она еще несла с собой так сказать цену носителя и уже исходя из вот этого материального компонента была довольно дорогой соответственно приход цифровых технологий сопровождается крушением традиционных рынков в том числе профессиональной литературы среди которых основным всегда был книжный рынок и в последние десятилетия все знакомы с этими цифрами тиражи учебной литературы сократились в 35 раз если в среднем раньше учебник составлял 35 тысяч экземпляров вот сейчас они печатаются 100 или 500 экземпляров соответственно произошел уход с рынка многих издательств многих типографий потому что листаж книга производства тоже сократился практически вдвое посещаемость библиотек сократилась тоже в 5-10 раз соответственно сокращение кадров площадей затраты все вся экономика книги как я сказал сжимается как шагриневая кожа куда же уходит информации если ее становится как говорит все больше и больше вот это диаграмма показывает пополнение одного из самых крупных ресурсов открытого доступа архив и вы видите что рост информации на открытых ресурсах жест приобретает даже вид геометрической прогрессии потому что производство информации растет ведь научное производство она вообще основана на публикационной активности и это требуется ученый требует вообще чтобы каждый ученый становился автором а по сути дела она так и должно быть и разумеется бумажная книга не способна обеспечить вот этот вот рост научной публикационной активности цифровой же не только легко его выбирает но и снимает многие традиционные барьеры дешевизна публикации скорость дистрибуции возможности хранения становятся почти безграничными но и дополнительные возможности интерактивности мультимедийности гибкости в общем в этом споре очевидно победа за цифры и очень ясно особенно для нас библиотек если мы хотим жить и выживать мы должны переходить в электронные медиа мы должны превратиться из инфраструктуры книжной продукцию в инфраструктуру информационного производства и один из ключевых явлений которые обеспечивают и вообще рост и несут в себе такую трансформацию это возникновение рынка авторов это тоже очень серьезный такой интересный феномен он в каком смысле переворачивает основание старого информационного рынка который можно назвать рынком читателям рынком диктуемому спросом читателей и в новых условиях вы тоже с этими знакомы авторы или прямо как заказчики или косвенно субсидируют публикацию в конечном счете они то есть авторы они издатели читатель определяет что издается и вот если так получается в каких-то случаях то с одной стороны читателю открывается море доступного бесплатного открытого контента но он не может на него влиять он получает то что он получает он не участвует в формировании среды открытого доступа как раньше участвовал в формировании среде издательского доступа и он просто пассивный потребитель технологическая основа этого процесса автоматизация процесса публикации который сделала публикацию практически бесплатной который имитирует деятельность издателя и в каком смысле заменяет издателя можно обходиться без него вот вначале это выливалось формы такого рынка творческого самовыражения или сам издата как его называют он порождал некие такие собственные полу закрыты клубы ну такие как сайты вот стихи ру прозору и в то же время происходит и глобальный переток читательского внимания от издательской профессиональной продукции к авторской как пример ресурс youtube и другие подобные вы видите какие несопоставимые цифры использования контента по сравнению с привычными нашими форме если вы видите там миллион или несколько миллионов просмотров это уже никого не удивляет в то же время если вы издаете книгу тиражом там тысячи экземпляров это уже очень большое событие вот в общем цивилизацию открытого доступа создали интернет ресурсы в 20 которые самостоятельно без лишних затрат формируются самими пользователями и собственно открытые научные ресурсы формируются по тем же принципам плюсы архивов открытого доступа они очевидны во первых авторы самостоятельно предоставляют доступ к своим публикациям не нуждаются в каких-то там согласованиях и условиях этим они добиваются распространение информации без препятствий глобально в цифровом ключе это тоже им очень удобно ну и когда информация попадает в открытый доступ она создает более мощный шлейф цитирование соответственно что для ученого немаловажно для его продвижения общем в целом ресурсы открытого доступа бесспорно выгодны и читателям и авторам вот вопрос а выгодны ли они библиотекам в условиях открытого доступа если необходимость таком институте как библиотеки вот сегодня библиотеки стараются включить свою навигацию тоже ресурсы открытого доступа это все правильно но согласитесь это не такая уж функция которую нельзя найти решить другими способами для того чтобы создать навигацию по открытым ресурсам такие институты как библиотеки их там залы и фонды собственно не нужны вот так что здесь есть о чем задуматься на чьей стороне быть как говорится вот а по поводу популярности вот интересно сравнить реальную ситуацию да вот мы знаем например ресурс и лайбрери который существует уже очень давно около 20 лет и он является основным для российской переводики да и ресурс кибер ленинка ленинка открыты буквально около восьми лет назад ресурс открытого доступа вот статистика показывает что кибер ленинка несмотря на то что ней гораздо меньше контента и этот контент ну часто там не представлены ключевые и журнальные издания и издательство научный тем не менее посещаемость и трафик показатели использования у кибер ленинка выше даже чем у профессионального ресурса и лайбрери это тоже естественно потому что открытый доступ он органично вливается в интернет среду и пользуется ее всеми достоинствами всеми возможностями закрытые ресурсы по определению ими не всеми могут воспользоваться тем не менее вот к к вопросу тому возможно ли и каковы предпосылки того того что вся научная информация переселилась бы формат открытого доступа здесь можно сделать несколько таких простых умозаключений вот я делю информационную информационную отрасль условно на две экономики экономика информационных транзакций это коммуникации передача до данных доступ к информации вот собственно здесь произошло где огромные изменения да вместе с айти технологиями айти индустрия на здесь произвела революцию а вторая часть экономика создания информации это издательские процессы хранение обработку упаковка информации то есть вот написание научного текста как как такового скажем и хранение библиотека сюда входит издательство и вот здесь информационные технологии существенных изменений революции не произвели как требовалось от автора создать научный текст и это не просто это из головы они из каких-то технологий так здесь и остается и вот надо понимать что вот в том целом который мы сегодня имеем существуют эти две разные совершенно экономики в 1 2 2 1 все становится практически бесплатным мгновенным очень дешевым а в другой и наоборот ну скажем рецензирование которое требуется она становится все дороже и дороже вместе с это это тоже человеческий труд и не ничто его не может заменить поэтому революция в одной экономике не порождает революции другой не следует путать упрощение снижения качества публикации с информационной революции вот есть такое давление на издателей и она приводит к тому что вклад в книгу становится все меньше и меньше она уже выпускается авторской редакции но это не айти это не цифровые какие-то там достижения это просто упрощение нашей задачи упрощение работы что что вообще оказалось на месте книги до на месте книги оказался интернет а на месте книжной отрасли айти индустрии и по своей инвестиционной емкости айти сегодня одна из самых ну или самая мощная отрасль экономики после строительства после своей информационной мощи айти индустрия тоже превышает информационные возможности книжной отрасли на 8 порядков то есть 10 миллионов раз и собственно вот это вот мощность которая пришла вместе с айти она вообще перевернула постановку проблемы для всех нас для всех нас работающих с информацией проблемой стал не поиск и доступ к информации на самом деле а защита от переизбытка информации ее фильтрации если мы возвращаемся к открытому доступу то уже открытый доступ не решает главной проблемы потому что главной проблемой не является доступ к информации а все-таки важнее сейчас переизбыток информации и а то как ее отфильтровать даже защититься от нее найти нужное вот это как раз открытый доступ не решает тем не менее книга или так скажем большие тексты в науке выстраивает свои защиты первая стратегия защиты это перенос книги в современную информационную среду то есть превращение книги в электронную книгу вторая стратегия защиты это опора на функциональную эксклюзивность книги удобство чтения работы с книгой и мы видим что хотя электронная книга растет но этот рост не такой как ожидался он не превышает десяти двадцати процентов использования книги печатная книга остается и в рыночном смысле базы и в потребительском вот тем не менее радоваться рано потому что мы имеем за плечами ну где-то десять лет всего эволюции молодежь все больше работает с экраном все дальше уходит от книги поэтому здесь еще . не поставлено вот а с другой стороны и электронная книга не является спасением аналогом контент уходит вообще мимо книги в другие формы в общем стратегии информ информационной этим не гарантируют спасение книги ну а главное конечно проблема вот тот то информационная емкость айти режимов айти коммуникации которые действительно как я сказал на многие порядки раз превышает возможности материальных носителей книги вот здесь вот табличка информационной емкости сколько информации возникает при может вместиться также это так скажем в условиях одних или тех технологий и по по графику вот этой клюшки мы видим что это рост экспоненциальный не сопоставимые с теми возможностях от которой могла дать книга тем не менее вот этот график надо рассмотреть детальней вот на этой схеме три измерения это информационная емкость именно та резко идущая вверх кривая которая открыла нам безграничные возможности а вторая кривая кривая это информационное потребление сколько мы можем потребить этой информации и при том что ее очень много мы остались тем теми же самыми у нас те же самые мозги глаза мы конечно учимся работать сразу там как цезарь в трех направлениях мы членим и уже рассматриваем только маленькие тексты маленькие фрагменты в общем мы приспосабливаемся как можем но мы все равно лишь немного можем увеличить наши природные возможности усвоения информации а третья кривая это именно возможности информационного производства то есть наших творческих генерирующих возможностей мозга и человека и здесь очевидно что еще меньше вот этого потенциала да мы сейчас работаем на компьютере это не это лучше чем печатная машинка или перо но и все нам все равно приходится тратить огромное количество времени каждое слово должно быть написано человеком поэтому одно дело когда мы можем это копировать и множить и заполнять этим информационное пространство но это просто дубли и перенаполнение вот чтобы каждый хотел бы все-таки работать и жить с оригинальным продуктом а он создается не в таком не может создаваться в таком же объеме который нам сулит IT индустрии ну и наконец главный я считаю аргумент который ставит границы открытому доступу это финансовые а это сам характер потребностей развития научной информации которые заключаются индивидуализации вот за десять последних лет тираж научной книги упал со средних трех тысяч там до 100-150 экземпляров тираж научных журналов хотя они расцветают упал до единиц вот в частности на той же е-лайберри около десяти лет назад всего было зарегистрировано три тысячи журналов российских сегодня там стоит цифра 16500 то есть количественно конечно оно растет но ясно что запросы наоборот падают то есть каждый журнал не может больше собирать того количества подписок даже просто какого-то минимального количества подписчиков своих и это естественно для науки чем более развивается и дифференцируется научные знания тем более индивидуальным и мало тиражным становится информационный продукт вот я взял две последние книги там нашего издательства и вот как они звучат одна книга обоснование показателей работы выправочно-подбивочных машин циклического и непрерывного действия вторая вторая пути проблемы IPO в качестве инструмента увеличения капитализации и так далее ну вот скажите вот такие темы можно ли на них собрать тираж можно ли на них собрать аудиторию какова это будет аудитория нет ясно что чем более узкая аудитория тем более высока ценность научного продукта вот для таких тем для для нормального научного для нормального научного процесса требуется там десяток около этого экспертов все остальное это уже не наука образование и так далее так что масштабировать научный информационный продукт невозможно так как вот это привычно для масс-медиа массовые потребители у него нет и поэтому даже если специализированная научная информация будет бесплатной она найдет только одиночных потребителей то есть она не создаст вот этого эффекта масштабирования в то же время труд по созданию информационного научного продукта остается таким же высоким как и всегда и кто его финансирует можно ну да и восемь сегодня субсидируют гранты там университеты но можно ли субсидировать полностью вот весь научный процесс я думаю нет потому что все таки настоящий научный продукт очень дорогой за его спиной всегда стоит научное исследование вот могу показать даже на своем примере вот я в свое время ездил в германию и работал над этим трудом понятие политического русской православной традиции вот 4 4 года работал над этой книге и если посчитать сколько немецкие фонды потратили вот на создание этой книги то получится около 100 тысяч евро это около 8 миллионов так скажем цифра внушительная для одной по сути книжки ну и там какие-то статьи она цитируется она известная там на западе но 8 миллионов и это не предел мы знаем вот за публикацией в скопосе web of science в таких престижных университетов как высшая школа экономики премиальные составляет тоже до 2 миллионов или гранты на научные исследования которые состоит за публикацией тоже составляет многие миллионы и это как бы не редкость так что вот такая иллюзия что можно весь научный процесс сделать бесплатным в том числе публикации но это скорее иллюзия потому что труд даже по оформлению уже этого научного результата оформлению в книгу на публикации он все равно очень высок и он черпается из разных источников и как пример того что можно загнать в такую проблемную ловушку я всегда привожу монографии существует тоже такой тезис об открытом доступе к монографии существует такой тренд немножко есть монографии в открытом доступе но это очень ограниченное количество потому что монография как вот любое научное исследование оно дорого человек инвестирует туда не говоря уж о всяких фондах и других деньгах и вот так просто он не отдает в открытом доступе мы с этим сталкиваемся в то же время и платный доступ к нему сегодня очень не популярен да вот университеты в частности не покупают не очень хотят платить за монографию вот в результате монографии как сегмент вообще где-то зависает у него есть там одна публикация какая-нибудь очень тощая и все и на этом дистрибуции и заканчивается вот это скорее проблема чем вот новая возможность которую дает открытый доступ тоже от отучает платить за информацию он создает такие опасные непонимания так что вот такие вот ограничения существуют для открытого доступа поэтому разумеется там где вот они возникают начинается профессиональный контент и мы занимаемся сугубо профессиональными ресурсами электронной библиотечной системы его призвание как и вообще библиотек здесь мы вместе обслуживание экспертного сообщества и теперь я попытаюсь раскрыть уже более глубоко что дает и что нужно для профессионального контента какие ресурсы я их называю профессиональные контентные системы и их природа тоже наследует свойства IT возможностей ну в основе лежит книга как удобные медиа сообщения связывающие знания сообщества научные сообщения она поступает в интернет который создает еще более мобильные удобные средства связи информации и формирует экспертные сообщества и сеть знаний которые когда интернет накладывается на сети экспертных отношений такой же такая же сеть как интернет это экспертные сети и они разумеется по своей природе связаны между собой экспертные сообщества по форме является сетью и формируется по профессиональным кластерам и собственно каждая профессиональная аудитория нуждается в специализированных контентных системах создание ее ложится на плечи издателей агрегаторов и библиотек без эффективной смычки контента и эксперта построение современного информационного общества невозможно поэтому я хотел бы вот здесь сделать акцент обратить внимание если есть профессиональное сообщество должна быть должны быть профессиональные контентные системы для него и вот я здесь построил такую типологию образовательных ресурсов профессиональных систем это реферативные библиографические базы данных такие как скопус это категория профессиональных контентных систем агрегаторов здесь ресурсы переводики ресурсы архивов репозиториев открытого доступа и электронные библиотечные системы такие как университетская библиотека онлайн есть еще категории специализированных баз данных типа консультанта информационных сервисов типа абис системы дистанционного образования вот это архитектура профессиональных ресурсов если мы посмотрим какие экспертные сообщества должно обеспечивать наша инфосреда вот на этом схеме они тоже отражены сообщества экспертов менеджеров то есть производстве сообщества руководителей оно тоже требует такую актуальную и точную информацию сообщества обучающихся чтобы получать образование сообщества ученых продуцирующих научную информацию и сообщества специалистов практиков уже непосредственно в экономике вот эти сообщества профессиональные мы с вами должны обслуживать если классифицировать по видам литературы профессиональной то на этой схеме тоже отражены вот ключевые учебная литература разумеется научная литература самые большие блоки специализированная профессиональная литература для отраслей производства деловая литература по более широким вопросам экономического развития и литературы по саморазвитию вот все эти виды литературы вы видите в том или ином виде или на книжном рынке или вот наших профессиональных ресурсов и специалист который должен как бы стоять в основе всех наших дум и деятельности он должен получать весь спектр информационных сообщений которые генерируются в нашем информационном обществе для специалиста и на первом месте конечно это стоят новости эксперт должен всегда быть в курсе событий его отрасли здесь оперативные прессы интернет это разумеется научные статьи тоже такой оперативный формат которым обеспечивает научная отраслевая переводика но и книги книги обеспечивают мега форматом таким основательным мега нарративом как я называю это учебники именографии справочной литературы и сюда следует добавить документы государственные отраслевые регламенты инструкции госты и так далее вот собственно этой литературой мы должны обеспечить эксперта этим занимаются несколько типов информационных систем и в частности универсальные информационные системы к которым и относятся ЭБС ЭБС по моему представлению должна удовлетворять комплексным информационным потребностям специалиста и группы специалистов в организации вот ни сам университет ни производитель узкопрофильной информации не могут обеспечить вот такой информационный продукт информационную потребность в силу именно широты универсальности запроса и ЭБС должна обеспечивать информационную вертикаль ту которую я и определил но в рамках прежде всего конечно в пространстве книг то есть основательных текстов здесь должна быть учебная литература для учебного процесса здесь конечно обязательно должна быть научная литература без нее образование немыслимо здесь должна быть практическая популярная литература например для практических учебных работ студентов здесь должна быть справочная литература научная отраслевая периодика это уже не обязательно но в рамках единого окна полезно и специальные базы данных которые тоже формируются на основе вот этого общего ресурса вот такую вот информационную вертикаль стремимся построить и мы наша задача так организовать контент чтобы специалист получил организованное информационное поле с качественной проверенной информацией вот такое таким требованием не может отвечать не интернет с его необязательностью и книга с ее ограниченностью для этого существуют информационные платформы и мы построение этой платформы ставим по принципу сетевого концепта в котором должно удовлетворять принцип адресности то есть профессиональным сообществом не нужно все во всем огромная электронная библиотека ему нужен профильный контент да принцип профильности то есть агрегатор должен быть способен собирать и фильтровать литературу по данному профилю принцип полноты информационная платформа должна пронизывать все информационное поле и предоставлять вот по своему профилю максимально полную информацию и принцип обратной связи точки сбора должны формироваться с обеих сторон не только агрегатора производителя но и потребителя библиотеки вот на этих принципах основывается наше развитие ну и собственно вот те профессиональные аудитории которые мы выделили мы тоже преследуем принцип что для каждой из них должна быть собственная площадка собственная платформа некоторые бс одну и ту же платформу предлагают всем мне кажется это крайне неудобно со многих точек зрения в том числе навигации подбора контента и мы пошли по другому пути для каждой мы формируем свою платформу бс университетская библиотека это отдельно бс для спо есть бс библиопланет это платформа монографии у нас и для научно-гуманитарного сообщества бс библиошкола для школы нон-фикшн платформа научно-популярной литературы для публичек бизнес библиотека для делового сообщества и даже такая как арт-портал где мы художественные но собираем художественную литературу по искусству искусству ну а теперь немножко в детали как удовлетворять специальный запрос и некоторые инновации последних дней мы сейчас внедряем буквально с 1 мая будет внедрен опубликован целый цикл наших инноваций в основе которых лежат профильные блоки по профессиональному контенту здесь встает вопрос о том чтобы предоставлять возможность библиотеке получать доступ не к универсальной базовой коллекции а вот конкретно к предметному блоку на западе этот формат существует называет называется сейбук и провал план мы называем это блочное комплектование его цель контролировать приток литературы по узким профилям и давать доступ к новинкам лучшим изданием не навязывая ничего лишнего вот собственно состав профильных блоков каждый профильный блок это такая мини эбс по предмету блок включает учебники гимнографии периодики издательские коллекции справочную литературу студенческие работы мультимедийный контент в общем по поводу информационной вертикали которую я называл в каждом блоке можно производить фильтрацию то есть различного образа рода сортировку поиск литературы немножко другой сервис но отражающий тоже потребность сервис мои научные интересы которые мы потихоньку совершенствуем его задача дать качественную навигацию по своему профилю каждому ученому он видит опять-таки учебные пособия монографии то есть разные виды типов изданий и в том числе анализирует поведенческие показатели пользователя его коллег его поисковые запросы в нашем представлении вот такая страница должна быть у каждого главной страницей чтобы он видел какие издания пришли ВБС какие пользуются популярностью и так далее для библиотеки помощь в формировании индивидуальной профильной подписки будет обеспечивать наш сервис библиокомплектатор это инструмент автоматизированного подбора и подписки который сделает для библиотекаря удобным комплектование профильного контента для организации и подобный интернет-магазин позволит набирать сразу области знаний коллекции и просчитывать стоимость своей подписки подгонять под свой бюджет играть с ценой ну вот скриншоты этого сервиса главное что он позволяет вести поиски подборку книг выбирать сразу пакетные разделы подразделы удалять работать и на уровне отдельных книг но в итоге библиотекарь видит главную информацию о подписке условия полные тематические блоки которые он подобрал или издательские коллекции или списки индивидуальных книг и видеть стоимость своей подписки осталось только отправить заявку в отдел продаж ну и вот завершая там вопрос который мы вставили в самом начале о проблемах связанных с интернетом с доступом может ли ЭБС обогнать интернет ЭБС как канал профессиональной литературы сегодня все еще игнорируется многими профессионалами поскольку есть интернет интернет в интернете все есть это нам знакомо и конечно настоящий профессионал уже знает что это не так это поверхностный взгляд уже сегодня в интернете нет ресурсов аналогичных ЭБС которых действительно собрано столько специализированных контента поэтому будем ждать что прежде всего профессионалами откроются возможности интернет ЭБС и достоинства по сравнению с просто интернетом с гуглом вот второй как бы но это то что ЭБС воспринимается сегодня как часть интернета как один из специализированных сайтов и поэтому ЭБС как правило приходят из интернета и после интернета после того как не находят что-то в гугле потому что он как бы базовый к нему уже больше привыкли считают что это просто довесок гугл и ЭБС вторично вот это наши проблемы которые объясняют пока низкий достаточно низкий спрос КБС и это проблемы которые должны решать не только мы разработчики но и сами библиотеки путем популяризации разъяснения ну и разумеется качество образования если являются высокие качества к образованию и научной работе то ученые и учащиеся сами будут переходить профессиональные ресурсы и уже сегодня я бы сказал есть категория пользователей для которых ЭБС первичнее интернета во-первых это для научного сообщества и образования ЭБС должен быть первичным хотя бы потому что в нем авторизованная точная проверенная информация с которой можно работать на которую можно ссылаться для правообладателей тоже ЭБС первичные потому что это ресурсы не открытого доступа а как раз дистрибьюции монетизации часть книжного рынка через которого они оплачивают свой труд ну и для преподавателей ЭБС тоже должны быть первичными потому что это платформы с проверенным учебным контентом и профессиональными сервисами будем надеяться что это все сработает и в какой-то момент читатели действительно придут уже в массовом порядке для этого и с нашей стороны требуется чтобы ЭБС достигли уровня высокого профессионализма когда их ценности самостоятельность станет очевидным для всех профессионалов ну и я бы сказал что зарубежные профессиональные контентные системы в значительной степени добились этого и без них как бы уже никакая работа немыслима их статистика они не жалуются она действительно высоко и вполне всех удовлетворяет вообще мне кажется что несколько лет или десяток лет нам требуется чтобы дойти тоже до этого состояния и так подводя итоги кто кого я бы сделал такие выводы но в первую очередь перспективы открытого доступа связаны с вопросом кто его может финансировать адепта открытого доступа не учитывает несколько главных факторов профессиональный контент создается не для широкого потребления а для специализированного использования поэтому он не может войти в экономику внимания то есть как бы создавать новый рекламный рынок который создают youtube социальные сети и так далее тут доступ всегда и интерес к этому будет очень персонализированным финансирование научного творчества осуществляется методом целевого заказа и заказчик он конечно может стремиться к открытости результатов исследования то есть гранты дают деньги на открытый доступ университеты субсидируют журналы открытого доступа но едва ли они способны содержать всю отрасль информационной дистрибуции это значит что она перейдет с рыночных каких-то принципов на принципы содержания то есть не сама по себе будет существовать а будет зависеть целиком от того как и сколько денег на нее выделяет университеты и научные фонды ну и наконец сам автор не может зарабатывать на научных произведениях он заинтересован в своем научном предвижении он конечно голосует за открытый доступ во многом случае но никогда кстати как касается его гонораров и главное сам он тоже не способен финансировать дистрибуцию своих материалов то есть ни автор ни научные учреждения ни государство в виде фондов не способна и не готова сегодня вот просто финансировать этот открытый доступ и с этим нужно берется это финансирование всегда будет только частично в той мере в которой оно находится в той примерно и будет развиваться ресурсы открытого доступа ну а оплаченный доступ к научному информационному продукту это сегодня единственный рациональный экономически обоснованный способ финансирования информационной отрасли не единственный потому что рядом с рынком будут будет развиваться открытый доступ так что система финансирования система доступа будет оставаться комплексной с элементами и закрытого и открытого доступа в частности даже взять информацию секретного характера как коммерческой тайной и государственной тайной она никогда не будет открытой это тоже всем ясно ну а в заключении я бы хотел сделать несколько анонсов о наших последних событиях может быть уже вы эту информацию видели но во-первых это результаты нашего ежегодного рейтинга наиболее активных вузов по использованию эбс вы знаете что мы проводим каждый год по неким ключевым критериям активности использования статистики эбс и в этом году вернее восемнадцатом году у нас очередные двадцать победителей которых очень престижные и известные вузы ну а первые три места у нас получили тройка университет синергия первый коммерческий вуз который вот получил пошел в тройку призеров вятский государственный университет и сибирский институт бизнес и информационные технологии это тоже один из не частых некрупных вузов который тем не менее показывает удивительную хорошую статистику но вы видите некоторые их показатели вот тот же сибирский институт бизнеса информационных технологий в новосибирске зафиксировал пятнадцать шестнадцать тысяч книгообращений за год и стоимость книги для него составила пятьдесят рублей всего вот а вот такие университеты как синергия он очень крупные тоже показал вот вы видите например регистрации девяносто семь процентов то есть очень широкий из формат использования тысяча шестьсот преподавателей работают в нем вот тоже стоимость книги девяносто тысяч количество поисковых запросов почти четырнадцать тысяч в общем наши лидеры показывают что это возможно что профессиональные ресурсы если с ними правильно пользоваться они далеко обеспечивают свою ценность и цену и является незаменимым элементом качественного образования ну а еще мы объявляем тоже наши традиционные конкурсы конкурсы лучших работ это конкурс be first на лучшую выпускную комплекционную работу лучший диплом который мы проводим совместно с антиплагиатом и университетской книгой и новый наш конкурс конкурс монографии для ученых и преподавателей называется фундамент науки этот конкурс мы проводим совместно с академией наук и библиотека естественных наук ран вот эти конкурсы будут вестись там соответственно до лета и осени так что приглашаю вас чтобы вы распространили информацию о нем они в ближайшее время ВКР уже размещено на сайте по монографиям тоже с первого мая будет конкурс запущен в общем приглашаем ваших специалистов активно в нем участвовать вот ну а вас во первых благодарен что вы с нами наши директ академии и приглашаем учиться вместе с нами приглашаем общество знаний благодарю вас за внимание надеюсь что вот эти размышления были полезны и интересны сейчас взгляну на вопросы которые здесь появились известны ли объемы этих шестиугольников на предыдущих слайдов так это наверное у нас виды литературы вот это ну объемы известны да книжная палата дает основные категории вот ну и рыночные исследования существуют в общем научная литература обеспечивает около десяти процентов всего выпуска книжных изданий учебные там примерно столько же для высшего образования но остальные рынки более мелкие деловая литература бизнес литература она уже столько не потребляет литература по саморазвитию это B2C прежде всего для физических лиц тоже довольно такой весомый заметный сегмент книжной продукции так показатель где вы взяли показатели сокращения посещаемости библиотек он вырос за последние пять лет но мне интересно было бы такие показатели да тоже где вырос есть отдельные библиотеки где он действительно вырос но по общим каким-то показать то что я встречал на конференциях на их презентациях или в статистике отдельных библиотек он везде демонстрирует падение особенно в публичных библиотеках вот но буду благодарен если вы опровергите у меня конечно были показатели трендов да не четкие такие столько-то столько-то поэтому я не ссылался ни на кого стихи и рум рум вообще ничем не закрыты кубку любой кто пишет стихи может обубликовать их там любой кто хочет эти стихи почитать может это сделать тоже и прозору да я имел ввиду закрытость в другом смысле они не закрыты для доступа они просто живут в своем соку если вы напечатали стихи ру и вы вообще хороший поэт то это не значит что вы приобретете всероссийскую известность вот как правило с таких ресурсов не удается вырваться на публику публичные пространства если вот много площадок присоединить до постепенно такой рост возникает но в том-то я и поэтому называю их клубами что там очень интересные механизмы самоподдержки если поддерживают другие авторы вас то вы там наверху их рейтингов но вот вырваться за пределы портала из них очень сложно никак не уйти от библию библию глобус библию клуб ну да это библия наша основа нашей культуры так ну что ж все реплики и вопросы отвечены спасибо дорогие друзья что были с нами директ академии вот если у вас какие-то ответные реплики то будем готовы и вас выслушать пожалуйста приходите в качестве спикеров я надеюсь что вот такие дискуссионные проблемы у нас тоже найдут место не только учить и обучать да но и как-то дискутировать надо вот наши плат по площадке мир мирополис использовать для такой публичный даже дискуссии подумаем об этом чтобы могли люди не просто вопросы задавать а вообще как-то включиться и свою точку зрения высказать ну что до свидания до новых встреч понятно